Сергей Олегович, вначале хочу поговорить с вами о инаугурации Путина и о формировании нового правительства. Предлагаю начать со второго. Сейчас многие паблики пишут, что Шойгу могут заменить на губернатора Тульской области Алексея Дюмина. 2 мая Путин уже лично встретился с чиновником на камеру в резиденции Новоогарева. Дюмин рассказывал о том, какой большой вклад Тульская область сделала в так называемую СВО. Ну и сейчас в разных пабликах расписывают несколько даже сценариев. Говорят о том, что этот господин Дюмин может стать либо вице-премьером, либо замминистром обороны, или же его могут назначить сразу министром обороны. Что вы об этом всем думаете и что знаете о Дюмине? Ну о Дюмине мы все знаем только то, что он был бывшим охранником Путина. И Путин вообще доверяет, потому что у него несколько человек получило государственное развитие, как бы государственные политические посты после того, как они были его личными охранниками. Туда можно и Золотова отнести, и бывшего министра МЧС Зиничева, и нынешнего министра МЧС. Это интересная встреча была, это действительно интересная информация, потому что Дюмин не собирается переизбираться в качестве губернатора. То есть вот Путин встретился с несколькими губернаторами, которые идут на переизбрание в сентябре месяце. Но вот Дюмин не собирается переизбираться. Поэтому, когда Путин встречается с губернатором, у которого заканчивается полномочия, и которому вроде как бы и нечего даже там рассказать президенту, то понятно, что вот это как раз, конечно, кадровая встреча такая в преддверии изменения правительства. Правительство у Путина, значит, игнаугурация 7 мая. Дальше он, правительство уходит в отставку официально. Дальше у него есть две недели, чтобы выбрать премьер-министра. И дальше у этого премьер-министра есть неделя, чтобы сформировать правительство и затем утвердить его через Думу и президент, чтобы это все дело утвердил. Вот, то есть на самом деле это все может продолжаться до конца мая. Так вот, если растягивать. Путин любит растягивать, он любит поиграть на наших нервах. Вот, хотя, строго говоря, для страны, чем быстрее сформировано будет правительство, тем лучше. Тем более, что никакого объективного, никакой объективной проблемы формирования правительства у Путина реально нет. Это не демократическое государство, которым надо там согласовывать с парламентом, с парламентскими фракциями и так далее. Это решение лично Путина. Вот, и, в общем, все это проводится за полдня, если ему надо. Вот, другое дело, что если ему не надо, тогда он может поиграть нервами. Ну, вот Дюмин, действительно, я думаю, что его прочат куда-то переместить из губернаторов в администрацию, то есть в смысле в какой-то правительственной круги. Я не думаю, что его сделают вице-премьером. Я думаю, что как раз Путин, Дюмин, кстати, служил заместителем министра обороны перед тем, как стать губернатором. И поэтому я думаю, что Дюмина прочат министерство обороны. Но вот прочат ли его на место Тимура Иванова, которого арестовали, что было бы логично. Я думаю, кстати, вот это, скорее всего, вот это будет. То есть его сначала поставят на освободившееся место Тимура Иванова. А потенциально, возможно, где-нибудь там Путин его рассматривает и в том плане, что заменить Шойгу. Ну, Шойгу он заменять, по-моему, не должен. Вот это все, что я вам рассказал по логике государственного управления. Дальше мы должны оговориться, что Путин человек эмоциональный и человек непредсказуемый в этом плане. Особенно в кадровой политике он любит удивлять нас. Он любит, вот когда все чего-нибудь там договорятся, а он возьмет и назначит какого-нибудь совершенно неизвестного человека. Вот и так далее и тому подобное. То есть вот такое развитие из неизвестности, из грязи в князи при Путине бывало уже не раз. И вот доказательством является даже самый, это же самый Дюмин, когда его из охранников взяли и назначили заместительным министра обороны. Вот. Но понятно, что вокруг Шойгу есть какие-то тучи враждебные, веют над ним, да, не над нами. Вот. Будет ли менять его Путин, я не думаю. Лично я не думаю, потому что Шойгу устраивает Путина. И тем более, что Шойгу надо было менять тогда, ну, как бы, если его чего менять было, когда были какие-то потери, когда были провалы, когда все не шло по плану. А сейчас, кстати, на фронте для Российской Федерации все не так плохо. Даже, в общем, есть какое-то наступление, пусть оно очень медленное, пусть оно очень тяжелое, пусть они теряют очень большие, несут большие потери, но тем не менее, что-то там идет. За 4 месяца, за 5 месяцев они отвоевали там 400 километров. Вот. У них есть перспектива пока, потому что Соединенные Штаты Америки занимались, значит, проволочками по поводу выделения помощи. Это Россия поняла и сделала, значит, естественно, ставку на то, чтобы воспользоваться такой выгодной ситуацией, и реально ей воспользовалась. И продолжает пока что пользоваться, потому что пока что эта помощь еще не пришла в массовом плане на фронт в Украину. Вот. И нам осталось недолго ждать. В общем, инаугурация будет через несколько дней. Вот. И в любом случае до конца мая Путин должен объявить состав нового правительства. Кстати, аналитики Института изучения войны говорят о том, что Путин не случайно встретился с Дюминым на фоне задержания замминистра Шойгу Иванова, мол, это было сделано для того, чтобы наказать Шойгу за его медлительность в Украине. И, кстати, давайте тоже как бы вспомним о том, что идет 9 мая, Путину надо будет чем-то похвастаться. Ну, а, судя по всему, таких больших видимых достижений, ну, все же нет. Ну, то есть, хвастаться выставкой, подбитой западной техникой, которая в Москве, ну, это, конечно же, смешно. И давайте не забывать, что главнокомандующий Сырский сказал о том, что было указание оккупантам захватить Часов Яр к 9 мая. И сейчас вот с последнего силы обороны сообщают, что Российская Федерация не может захватить Часов Яр. Они уже не могут прыгнуть выше своей головы. То есть, уже до этого задействовали полностью все ресурсы на нашем направлении, бросают все, что только можно, чтобы найти нашу слабину и продавить нашу оборону. Но у них не получается. То есть, мы можем говорить, что для Шойгу 9 мая – это такая красная черта, после которой Путин может принять какие-то более радикальные решения по поводу Шойгу. Или даже, несмотря на незахват Часового Яра, Путин все-таки оставит Шойгу. Нет, мы неоднократно убеждались, что, в общем, люди говорят, что Путин любит какие-то даты символические, каким-то символическим датам. На самом деле мы убеждались, что это не так. И последние два года как раз было именно так. То есть, допустим, ну вот Пригожину в прошлом году удалось взять Бахмут, но взять Бахмут не к 9 мая. То есть, он должен был взять его к 9 мая, а взял только к концу мая, а дальше устроил путь Путину и так далее. И вообще, на прошлый 9 мая Пригожин устроил ему подарок, почище того, что ему сделала украинская сторона, потому что Пригожин стал грозить, что он к 9 мая уйдет с фронта. То есть, там конфликт между Пригожиным и Шойгу с Герасимовым дошел до своего пароксизма. И таким образом, в общем, тоже ничего не получилось с 9 мая. И в 22 году тоже не было ничего с 9 мая. То есть, в этом смысле я не думаю, что это, во-первых, для Шойгу какая-то красная линия абсолютно, потому что он, в принципе, некомпетентный министр. И поэтому, если его Путин держит 30 лет, то зачем ему надо было ждать 30 лет в 24 году, чтобы увольнять Шойгу? Нет, Шойгу его устраивает. Путин вообще консерватор по психологии в этом смысле. Это мы уже неоднократно говорили. Но поскольку вы мне задаете вопросы, потому что наши зрители спрашивают, чего вы все время одни и те же, об одном и том же разговариваете? Я отвечаю на вопросы. Вы мне задаете вопросы, я отвечаю на ваши вопросы. Но это волнует людей, потому что, в общем, были громкие посадки, идет какая-то перестройка, явно совершенно идет какая-то внутрикремлевская борьба кланов и башен. И вот скорее я все-таки отношу все эти истории к внутрикремлевской борьбе башен, чем к какому-то там 9 мая и отчету Путину, что ему там... Естественно, ему будет приятно, если на его инаугурацию или на 9 мая ему отсчитается армия, что чего-то там какое-то лишнее село заняло или какой-то лишний населенный пункт. Но ему-то нужна победа в войне, а не взятие часа в яро. Генерал СВР, кстати, тоже пишет об этих кадровых будущих перестановках. И он говорит о том, что сейчас Николай Патрушев категорически настаивает на том, чтобы его сына Дмитрия Патрушева поставили хотя бы премьер-министром. И также по его информации, как он утверждает, это вы уже прокомментируете, была попытка обсудить перспективу для Дмитрия Патрушева сменить отца в Совете Безопасности Российской Федерации с перспективой президентства через год. Но Николай Платонович отказался от такого предложения. Насколько это может быть правдой? Это слухи и интерпретации, к сожалению, потому что никакого подтверждения этому мы пока не видели. Потому что об этом Валерий Дмитриевич Соловей и генерал СВР говорят уже много месяцев, если не лет. То есть они топят, пытаются утопить Патрушева. Строго говоря, они работают на противоположный клан, скорее всего, Чемизова, вот для того, чтобы утопить Патрушева. А в путинских глазах утопить человека самый надежный способ – это его хвалить. То есть чем больше вы хвалите человека, чем больше вы говорите, что этот человек решает все за Путина и все решает в Кремле, тем больше вероятность, что Путин его либо снимет, либо отодвинет там и так далее. И этим занимается канал Генерал СВР и канал Валерий Дмитриевич Соловья. Вот. Они, кстати, там рассказывали про мертвого Путина, про живого, значит, Пригожина. Эти дела, кстати, развенчал довольно громко и ярко в своем интервью Андрей Космач, который был у Марка Фейгина. Вот. И, в общем, вся эта история с Патрушевым, я ее уже объяснял даже там в ноябре, в декабре прошлого года, потому что и Валерий Дмитриевич Соловей, и генерал СВР говорили, что Патрушев теперь новый король, который вместо Путина, Путин умер. Значит, там двойника поставил Патрушев, и этим двойником крутит, как хочет, и поэтому практически заправляет всем он своим, всем Патрушев. А я им отвечал, что если такой Патрушев замечательный и сильный, то почему он не сделал хотя бы вице-премьером своего сына? Вот. А это не было сделано. Они говорили, что это будет сделано очень быстро, и там все заменится и так далее. И уже на выборы в марте 2024 года уже пойдет не Путин, не двойник Путина, а, так сказать, уже пойдет новый премьер. Они говорили вообще, что сын будет премьером, а он не только не премьером, но и даже и вице-премьером не стал. Так что вся эта история, это история, которую, в общем, они давно-давно рассказывают, и она, от нее люди уже, ну, я видел по комментариям, люди, например, на моем канале от него очень сильно устали уже, потому что они говорят, что это все дело рассказывается 9 месяцев, ничего не происходит. Вот. Просто имеется в виду, что в режиме, который разваливается, а путинский режим так или иначе разваливается, и в режиме, в котором в любом случае должны произойти какие-то кадровые изменения, если вы тупо будете два года рассказывать, что обязательно что-то сменится, то в результате, естественно, что-то с ними сменится. И тогда вы будете говорить, вот видите, какой я умный, у меня там инсайт был, я вот знал уже там два года назад, что это сменится. На самом деле это, в общем, ну, просто такая вот такая тактика. Им же надо наполнять свой канал, надо писать какие-то вещи из Кремля там и так далее. Вот. Я к этому отношусь с довольно большой иронией, потому что и тот, и другой канал я рассматриваю как, не как источник инсайда из Кремля, а как каналы, которые троллят Кремль. Но троллят Кремль изнутри Кремля против одной из башен и ради другой башни. Валерий Дмитриевич Соловей, кстати, об этом прямо говорит, что его защищает от посадки в тюрьму, потому что он находится в Российской Федерации, в отличие от генерала СССР, который находится где-то за границей, что его защищает от посадки какая-то сильная группа вокруг Путина и вокруг Кремля. Ну, вот это вот и видно. Да, Сергей Олегович, уже 7 мая состоится так называемая инаугурация Путина. Для него это возможность проявить на публику свою власть, силу, да, как он это любит, спектакль, скажем так. Чего можно ожидать в этом году от этого спектакля? И такой общий вопрос, позвольте все-таки. Как вы думаете, как вы можете проанализировать этот путь Путина? Как изменился Путин после первой инаугурации? В самом спектакле Путин консерватор по психологии, поэтому спектакль должен быть абсолютно тем же самым, которым он был уже сколько раз. Значит, у Путина он уже был 4 раза, значит, будет теперь 5 раз. Это формально. На самом деле, вот идет на седьмой четырехлетний срок. Да, он уже 24 года у власти находится. То есть 6 сроков по 4 года. Потому что срок Медведева – это тоже срок Путина, на самом деле. Надо понимать. Да, а потом они себе удлинили, поэтому вот получается 5 срок формальный, но на самом деле седьмой. Вот. И поэтому в зале, в самом Кремлевском, ничего, никакого изменения не будет. Путин терпеть не может изменений. Он сделает все точно так же до буковки, до запятой. То есть все это золото Большого Кремлевского дворца, все эти представители Думы, министры и прочие всякие там попы, значит, они все будут там и какие-то там артисты, приголубленные властью. Вот здесь никакого изменения не будет. Единственная интрига, которая сохраняется, это будет ли проезд Путина по пустой Москве перед тем, как состоится инаугурация. Потому что качественно, вот это единственная вещь, которая качественно изменилась за год, за последний год. Да, уже последний год, 3 мая, был удар беспилотников по Кремлю. Было несколько ударов беспилотников по Москве. То есть появилось новое вводное, которое раньше не было. Раньше был риск такой вещи, но раньше не было, значит, реальности такой. Теперь есть реальность украинских дронов, есть реальность украинских партизан, которые могут стоять там с дживелином или с каким-нибудь стингером, вот, и могут просто по машине, вот, которая едет по пустой Москве взять и выстрелить с какой-нибудь там, с крыши дома, из-за окна квартиры, вот, или просто подворотни откуда-нибудь, вот. И поэтому остается интрига, будет ли Путин сохранять вот эту церемонию. Это единственная интрига, которая есть. Все остальное, все расписано заранее, значит, все чтение Конституции, принесение присяги на Конституции и так далее. Путин, кстати, нарушает целыми днями Конституцию, то есть он должен был бы сидеть уже в тюрьме давным-давно, хотя бы даже по российским законам, потому что он нарушал неоднократно эту самую Конституцию. Вот, а дальше его изменения, конечно, были, потому что он бронзовеет, потому что первый раз, когда он приносил, значит, присягу на этом деле, это был первый раз, такого Ельцин раньше не устраивал, для Путина сделали специальную церемонию, и она действительно была такая символическая, очень красивая, очень могучая, там, с музыкой, с проездом, со съемками с вертолетов, тогда дронов не было, теперь есть дроны, вот, и так далее. И тогда он, вот, когда первый раз, он очень был неуверен в себе, потому что, естественно, он понимал, что никаких выборов не было, что это был дворцовый переворот, семья Ельцина его поставила на это место. Это, кстати, очень хорошо показано и описано, и проанализировано в фильме Марии Певчих в трех частях, значит, «Предатели», которые люди могут посмотреть на YouTube-канале «Навальный лайв», очень хорошие фильмы, там каждый больше часа, и все вспоминают эту самую анамнез, как Путин приходил к власти. Поэтому, конечно, первая инаугурация, это он был, так сказать, свеже-свеже избранный человек, который был, на самом деле, физически неизбираем, потому что он, я вам напомню, Путин не политик, он никогда не избирался, он никогда не строил свою политическую карьеру сам. И поэтому это глубокое заблуждение говорить, что Путин, значит, великий такой вот, значит, шахматист, который выстроил партию, его использовали. Он оказался, начиная с 90-го года, в нужном месте, в нужное время. И он подходил под критерии тех людей, которых тогда искали. Сначала Собчак его искал, потом его пристроили в администрацию президента, там он показал себя исполнительным чиновником, и его продвигали, в том числе, его приятели, которые стали олигархами тогда там и так далее. Вот, а дальше просто состоялся Кремлевский переворот, когда никакая, никем не избранная дочка президента Ельцина, которого, кстати, тоже не избрали, а избрали с подлога обыкновенного, с помощью фальсификации выборов, Ельцин, который был пьяница, который был больной, который в 68 лет выглядел как старик 80-летний, который еле говорил, еле ходил, боялись, что его уберут и раскурачат всю эту, значит, когорту олигархов, которые разворовали Россию, значит, боялись, что коммунисты вернутся там и так далее. И семья Ельцина, Таня и ее муж Валентин Юмашев, бывший журналист Огонька, значит, они устроили государственный переворот, просто государственный переворот. Они взяли и папу, которого избрал формально народ, уговорили, чтобы, значит, он отдал временно власть своему премьер-министру Путину, ну, сначала назначил Путина премьер-министром, потом его, значит, отдал ему власть, а потом сделали поддельные выборы этого самого ставленника семьи Ельцина. Вот, поэтому Путин, который, кстати, Украине все время пеняет, что у нее там в 2004 году, в 2014 году произошел государственный переворот, там есть хунт какая-то и киевская, вот, он, кстати, про себя все время говорит, потому что он-то как раз пришел в власть именно при помощи государственного переворота. Это было абсолютно антиконституционное действие пьяного, больного Ельцина. И Мария Певчих абсолютно правильно сказала, что и сам Ельцин, преступник, абсолютный преступник, который посадил этого Путина нам всем на 24 года, и все люди, которые его поддерживали, все олигархи, которые поддерживали его деньгами, этого преступника, и все, причем я в этом смысле говорю не в том смысле, что я против капитализма или капиталистического формы управления, которое Ельцин при Ельцине сложилось. Нет, я говорю, что именно смена власти, передача власти, уже то, что Ельцин установил традицию каких-то преемников, то есть царскую традицию, ни в каком демократическом государстве нет никакой традиции преемников. Вы не говорите о своем преемнике, у вас нет никакой, нигде в Конституции не записано, что вы должны по наследству действующий президент кому-то передают власть. Есть выборы, есть кандидаты, человек выходит на выборы, и если он устраивает народ, тогда его избирают. Никаких преемников быть не может в демократическом государстве. Вы можете просто готовить какого-то человека для того, чтобы он постепенно сложился, для того, чтобы имел возможность руководить государством и занимать высший государственный пост. Но называть его преемником, это все, это монархия. Это и в головах складывается, когда постоянно говорят о преемнике, это у людей складывается монархический способ мышления. В демократическом государстве этого нет, никаких преемников нет. Есть выборы честные и свободные, все равные кандидаты выходят перед народом раз в 5 лет, например, или раз в 6 лет, или раз в 7 лет, заместят государство в Америке раз в 4 года, и выдвигают свою кандидатуру, их выбирают. Никаких преемников быть не может в демократическом государстве. И во всем виноват в этом смысле Ельцин, потому что он устроил такую государственную власть в 90-е годы, и он нам подарил этого преемника Путина. Ну а дальше Путин оказался не такой слабой фигурой, на которую рассчитывала, кстати, семья, потому что она считала, что это будет такой проходной марионетка, типа вот как для Путина был медведев, и что они будут им управлять, и что, в общем, дергать за ниточки, а он будет делать все, что они захотят. И вдруг он оказался сильной фигурой политической, потому что, ну, вернее, не политической, потому что политикой-то он не занимается, он занимается организацией власти по типу диктатуры или по типу автократии. Но в этом смысле он оказался сильной фигурой. Вот, и дальше во время этих инаугураций мы видели, как он сильнеет, да, потому что уже в 2004 году он законно совершенно стал президентом, потому что даже если исходить из того, что выборы эти были настоящие, он бы на них победил в 2004 году реально, потому что реально у него была популярность после первых четырех лет правления. Вот в 2012 году это уже новый был государственный переворот со стороны Путина, потому что он уже нарушил конституции, дух конституции, даже Ельцинской, и он разогнал болотную площадь. И, в общем, понятно было, что Путин приходит уже совсем другой, не в том смысле, что там вместо него двойник какой-то сел и так далее, а просто Путин по посылу идеологическому уже другой пришел. Вот, хотя, опять же, идеологии у него никакой нет, то есть по посылу, скажем так, бюрократическому он совсем другой Путин пришел. Вот, ну и дальше уже пошло просто это бронзовение, и каждая инаугурация просто зафиксировала лишний раз, но он старел, он, у него начались проблемы в экономике, то есть в России все стало плохеть, вот если можно так сказать, начиная с 2014 года. Конечно, было такое эйфория по поводу захвата Крыма и начало спецоперации в Донбассе в 2014 году, в начале. Но уже в декабре 2014 года рубль обесценился в половину, значит, давали 35 рублей за доллар в начале декабря и 70 в конце декабря. И дальше с тех времен у Путина в экономике все постоянно ухудшалось. И уже в 2018 году была интрига, что Путин может быть не избран в первом туре. Уже там был Грудинин, который мог ему испортить все это дело. И тогда, кстати, Путин устроил историю с покушением громким на Скрипалей, которая дала ему сразу... Это было устроено специально за две недели до выборов в марте 2018 года. Это никакая не была разборка спецслужб, это была попытка публичной казни, значит, человека, которого считают предателем за границей. И у Путина тогда сразу резко вырос рейтинг, и он все-таки победил на этих выборах. Иначе он мог бы вообще проиграть Грудинину. И в этом году, тем более, все эти выборы были поддельные, потому что даже такого слабого кандидата практически от власти Бориса Надеждына не допустили к выборам. Но, кстати, у Бориса Надеждына была реальная возможность выиграть у Путина, если бы его допустили к выборам. Так что, в общем, Путин является нелегитимным президентом. И вот с каждой инаугурацией это было заметнее. В этот раз это уже официально, потому что Парламентская ассамблея Совета Европы признала Путина нелегитимным президентом. Парламент европейский тоже принял резолюцию о том, что Путин не является легитимным президентом. И Путин сейчас вот на этой инаугурации, это совсем другое дело, потому что он уже идет на 25-й срок, а он сам в самом начале своей политической карьеры президента, он говорил, что человек после двух сроков, он просто дуреет, он становится идиотом полным. Это Путин говорил в 2001 или 2002 году. Это интервью можно найти легко в интернете, потому что интернет все помнит. И таким образом вот эта инаугурация, это инаугурация болванчика такого старого, который разыгрывает из себя диктатора. Он, кстати, никаким диктатором не является. Это нам показал Пригожно в прошлом году. Путина никто не поддерживает на самом деле в Российской Федерации, но Путина все боятся сменить. Вот такая патовая ситуация в России. Сергей Олегович, вот как раз хотела с вами кратко обсудить, но вы уже очень детально все обсудили по поводу фильма, Марии Певчих, ФБК, откуда взялся Путин и почему ему отдали Россию. Хотела уточнить один момент. Певчих задается вопросом, как так, почему такой серый и неприметный чиновник Путин становится преемником Ельцина. То есть что стало катализатором, что именно повлияло на это решение. И то есть такой красной линией идет история с Собчаком, и что, мол, в 97-м году Собчак был под преследованием со стороны Генеральной прокуратуры, которая его обвиняла в злоупотреблениях на посту мэра Петербурга. И потом там Собчака были проблемы со здоровьем. И именно Путин, отважный Путин, помог Собчаку вылететь на лечение за границу. И тоже, когда принимали малорешения в пользу Путина, на это обратили внимание, что он такой верный, что он не бросит в беде, скажем так, своего коллегу, партнера, своего друга. Не знаю, как он его мог в то время называть. Как вам кажется, насколько это реально повлияло? Начальника, никакого ни друга, никакого ни коллега. Начальника. Хорошо. Согласна. Его сделал, конечно, это сыграло. Но прежде всего сыграло то, что он серый и незаметный. То есть семья считала, что он будет оставаться серым и незаметным. И что этот человек, который никогда нигде не избирался, будет зависеть от семьи и от олигархов, когда его поставят на место президента. Что он не сможет самостоятельно справиться с этой ролью. И поэтому будет зависим от семьи и от олигархов. В этом смысле они полностью ошиблись в своем выборе. Дальше то, что вы рассказали, действительно, ну, играло значение то, что он был из КГБ. И из него сделали, значит, ну, в КГБ было отличие, в каком направлении вы работаете. Из него сделали разведчика. Он разведчиком, у него разведчиков карьера не состоялась. Он разведчиком никогда не был. Но из него сделали такого Штирлица типа, потому что он в Дрезден ездил куда-то там. Я вам напомню, Дрезден – это восточная Германия, коммунистическая, где он работал открытным представителем по связи со Штази, с Министерством госбезопасности Германии. Весь Дрезден об этом знал. То есть никаким шпионом он там не был. Из него Штирлица сделали просто чисто искусственно. Вот. Действительно, история того, как он спасал своего начальника Собчака от преследования уголовного, якобы незаконного, хотя на самом деле оно было абсолютно законным, она сыграла свою роль, и это действительно показано. И, кстати, в этом фильме Мария Певчик говорит, правильно делает вывод. На самом деле он спасал не Собчака, он спасал самого себя. Потому что если этого начальника начали бы сажать, то начали бы раскручивать все дела в мэрии, и выяснилось, что подписи везде стоят путинские. И Путина посадили бы следующим после Собчака. Вот. Поэтому он спасал самого себя. Но дальше была другая совершенно интрига. Была интрига со сравнением Ельцина от власти в 1999 году, когда Скуратов, генеральный прокурор, и там фракции всякие оппозиционные, прежде всего, коммунистические в Госдуме, инициировали процедуру импичмента против Ельцина. Вот. И эта процедура имела вполне себе перспективу состояться, отстранение Ельцина от власти, перевыборы. И тогда победил коммунисты. Там Примаков, прежде всего, победил бы тогда, или Лужков. Вот. И семья очень сильно испугалась этого. Олигархи все очень сильно испугались, потому что они, по-моему, знали, что они разворовали всю Россию, и знали, что если вернутся коммунисты, их всех раскулачивают, и в лучшем случае просто отнимут собственность, а в худшем случае посадят в тюрьму, или даже расстреляют, или повесят. Вот. И поэтому они все очень сильно испугались, и сделали ставку на Путина. И Путин, прежде всего, доказал второй раз, что он способен защитить своего начальника, начальника, никакого ни друга, никакого ни коллегу, начальника. И вот, когда он устроил провокацию против генерального прокурора Скуратова, в результате Скуратов вынужден был уйти в отставку, и вся процедура импичмента связалась на нет, и таким образом Путин доказал, что он может защитить и Ельцина. И вот тогда Ельцин, лично которого спасли от импичмента, сказал, что вот на такого человека я могу поставить. Ну, а Таня с Валей, ему, естественно, там пели это каждый день, говорили, что вообще лучше Путина, нет ни такого человека. И Валя Юмаш потом миллион раз в интервью говорил, о, великолепный, талантливый, блестящий, блестящий. Слово, которое к Путину вообще неприменимо. То есть он серый, да, а Таня с Валей, ему все время говорил, блестящий чиновник, блестящий чиновник. Вот, но операция была проведена, надо сказать, блестящая, потому что как-то этого нулевого серого чиновника представили России как премьер-министра, и дальше потенциального преемника Ельцина сделали. Он организовал сам вместе с Патрушевым взрывы в России и дальше развязал Чеченскую войну, и на фоне всего этого дела сумасшедший российский народ его избрал и дальше продолжал несколько лет за него голосовать. А после того, как народ перестал верить Путина и перестал за него голосовать, стали поддерживать выборы, и Путин организовал войну сначала в Грузии, потом в Украине для того, чтобы оставаться у власти бесконечным. Продолжение следует...